Сегодня 23 октября. Прогуляемся по территории ЖК Томилина 2018. В здании садика ведутся внутренние работы. Здесь что-то перегородили дорогу. Опять выкапывают коммуникации, как обычно. Что ты видишь? И периодически вскрывают трубы, то там, то тут. Здание школы. Дома растут как улыбки. Два месяца назад картина выглядела не так. Сейчас уже вообще прямо. Вот в таком шуме как-то живут жители. До 9 часов вечера точно, а утром дольше. Какой-то запущает. Но трудятся они упорно. Наверху вовсю утепляют балконы. Вот у них присутствует утеплитель. У нас его нету. Блок, я так понимаю. И следом утеплитель идет. И штукатурка. Ветрено, как и во всех новостройках, построенных в чистом поле. И не только, наверное. Поставили уже вышку. В кавычках назовем ее сотовой связи, как мы предполагаем. Что это, естественно, никакая не сотовая связь. Жители по улице Свободы не только будут облучать, как только могут. Об этом можно найти очень много роликов на ютубе. О пользе этих вышек. И почему они так близко стоят к домам. А сотовая связь как не ловит, так и не ловит. Стены утепляют. Беги-беги. Беги-беги. Здесь открыли еще один участок. По улице Свободы. Дом 3. Ух, как ветрено! Сейчас пойдем на площадку играть. Здесь совсем шумно. Вот так вот они сбивают строительный мусор прямо с верхних этажей. У нас уже были жалобы на этот счет. Потому что этот мусор разлетается и долетает вплоть до соседних машин, которые припаркованы. То есть мы как-то просыпались утром. Подходила я к машине, она вся в строительном пыли. То есть вот так они сгребают мусор, он успешно падает вниз, а весь этот песок разлетается на многие метры. Симпатичный домик. У них отделка балконов другая. Шахматки. Пойдем посмотрим. Здесь открыли еще одну площадку. Не было. Видишь, открыли. Но она такая же, как и везде. Кстати, тренажеров не было. А что ты хочешь, зайка? Играть хочешь? Сейчас достану игрушки. Сейчас достану игрушки. Все. Скажи пока. Все. Говорю пока. Ну, в общем, сейчас еще пройдемся. Здесь, конечно, вообще так прям мощный строительный шум стоит. Жителям этого корпуса я не завидую. У них очень близко дома. Получается, у них закрытый двор в окружении домов. Им здесь, конечно, еще долго придется слушать шум. А мы здесь не остались, потому что здесь очень шумно и как-то не очень уютно. Пойдем мы к пятому дому по улице Свободы. Там тоже открыты площадки уже давно. Сейчас я уже жалею, что у нас не балкон. Вот. Как-то так паркуют машину. Пройти. Ты маленькая, ты там пройдешь. А я нет. Сюда забегай. Мальчик. 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 Проходи. Мальчик. Там долго еще? М? Да нет, мы сейчас прямо пойдем на площадочку. Мальчик. Корпус красиво расположен. Прям почти граничит с лесом. Правда, сложно представить, как тут будет все, когда строятся все дома. Порой бывает, что смотришь, такой красивый панорамный вид, а потом его закрывают. Кругом все сверлят, идут работы. А вот так вот наша конструкция выглядит балконная. Конечно, если честно, если б я знала, я бы купила квартиру не с балконом, а с лоджией. Потому что вот этот весь конструктив, он гремит, шумит, свистит. Потому что предложения по балконам были очень, как правило, маленькие балкончики. Наверное, полутора метровые, вот их видно. У нас еще пока нет. Мы все еще гуляем. Смотрите, какая у нас подсветка домов симпатичная. Аймонок болтается. Тебе помочь? Есть здесь где полазить. Да, да, да. Да, да, да. А Луизе нравится. Она любит везде лазить, карабкаться. Руки сильные, в отличие от меня. Ребята играют в футбол. Здесь еще такая футбольная площадка, футбольно-баскетбольная. Ребята. Ребята.